С февраля этого года Екатерина Борисовна Алтабаева исполняла обязанности председателя законодательного собрания Севастополя. И, наконец, в сентябре приставка к должности была снята. Екатерина Борисовна говорит, ничего принципиально не изменилось, работа продолжается в прежнем режиме, а планы по законотворчеству на осень уже расписаны. Главную задачу, которую ставит перед собой председатель законодательного собрания – создание комплексных законов вместо рамочных. Очень важно принимать пакетные законы. Я об этом вчера говорила, еще раз напомню, что не только сам законопроект, но и нормативно-правовые акты, которые должны сделать возможным применение этого закона в реальной действительности. Вот если есть временной и логический разрыв между первым и вторым, то закон не работает. А если вот такая пакетная работа ведется, я думаю, что это вполне возможно с нынешним составом правительства, то, конечно, в таком случае закон будет работающим практически с самого начала. Этого нужно добиваться. Ну, например, городостроительство и земельные отношения. И здесь на субъектовом уровне, в рамках, конечно, данной на полномочий, нужно законы, я полагаю, мы эту работу вместе с правительством наладим, такие, которые помогут решить наши специфические проблемы. Из приоритетных законопроектов, которые будут обсуждаться на пленарных заседаниях, Екатерина Алтабаева выделила те, что связаны с городостроительством. По её мнению, нужно как можно скорее навести порядок в этой сфере. Более того, со вступлением в должность нового, пока ещё временно исполняющего обязанности губернатора, появилась возможность пересмотреть вето на закон об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Севастополя, который известен как закон убийцы апартаментов. Должен быть генеральный план, должны быть правила землепользования и застройки. Нужно всё-таки думать над механизмом, и я думаю, что это только через судебные решения, о возвращении тех земель, которые в украинское время были выделены с нарушениями украинского законодательства. У нас такое рабочее совещание было по поводу недопущения застройки особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия. Вот это то, над чем нужно работать, это вообще не терпит отлагательств. Приоритетной остаётся и работа над изменениями в устав города. Севастополь должен получить право самостоятельно выбирать губернатора, убеждена председатель законодательного собрания Севастополя. Сформирован законопроект о субъектном референдуме, который прошёл проверку избирательной комиссии и в государственном правовом управлении. Сейчас депутаты работают над изменениями и, скорее всего, законопроект будет рассмотрен на одной из осенних сессий. Если мы говорим о выборах, то нам ещё нужно будет, кроме изменения в устав, принять ещё изменение в закон о выборах губернатора. И это тоже он у нас, собственно, даже внесён, но не был рассмотрен по понятным причинам, поскольку в этом не было скорейшей необходимости, у нас не было изменения в устав, и поэтому сам закон был бы неактуален. Ну а теперь он будет рассмотрен. Поэтому у нас будет вся законодательная база для того, чтобы, если нам нужно проводить референдум, то проводить референдум, если мы соберёмся проводить выборы, чтобы можно было проводить выборы. Вопрос о выборах губернатора, возможно, поднимут уже на ближайшей сессии законодательного собрания Севастополя. По словам Екатерины Алтабаевой, всё будет зависеть от того, насколько прочно подготовят законодательную базу городские депутаты. Иван Клебачёв, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.